Учительница «Первая моя» звучит почти как первая любовь, да и значение имеет не меньшее. Они входят в нашу жизнь с первыми шагами, первыми словами и сопровождают на протяжении многих лет. Из детсада в начальную школу провожают воспитатели. Те, кто на самом раннем этапе помогает познакомиться с миром знаний и умений. Потом в школе. Первые серьезные занятия предметами, привитие старательности, усидчивости и, конечно, интересы и любви к процессу получения знаний. Праздник День Учителя недаром считают и почитают как один из главных профессиональных праздников в нашей стране и, конечно, в Щелковском районе. Я благодарен им за тот труд, который они делают во имя и благо нашего будущего поколения. Они трепетно, с любовью, с нежностью, с вдохновением воспитывают наших детей для того, чтобы те стали в будущем большими людьми. Память об учителях, пожалуй, самый главный подарок от учеников. Ведь если ученик помнит и любит, значит, работал не зря. Первый был Анатриан Арсеньевна, а потом целая плеяда. До сих пор в Радонинскую школу, Солочногорский район. Иногда заглядываю, осталась только одна, правда, в живых, но, тем не менее, с удовольствием встречаемся. На мероприятие пришли те, кто преподает, преподавал и для кого эта профессия осознательна. И самый главный выбор уже сегодня. Для меня это жизнь, профессия учителя. Я благодарна своим ученикам, всем без исключения, потому что они формировали меня как личность. Я благодарна своим коллегам во всех тех, немногих, кстати говоря, школах, в которых я работала, потому что благодаря им я узнала очень много нового. И вот на сцене только для них творческие номера, стихи, песни. И, конечно, от души звучат слова поздравления и благодарности за их такой нелегкий труд. Поздравляю вас, можно сказать, с наступающим праздником. Пускай ваши глаза светятся всегда от радости, от удовольствия. Будьте, еще раз повторюсь, потому что считаю вас самое важное, здоровы. А мы, конечно же, будем идти за вами и учиться. Поздравляли и награждали за выдержку, за терпение и за самое главное – неравнодушие и подвижничество. Ведь во многом учитель опора. В этом непростом мире, где все знания помогают обрести твердую почву, не растеряться в круговороте событий. Если для детей слово «учитель» будет всегда с большой буквы, мы тогда точно будем спокойны за наше будущее. А за будущее можно быть спокойными, ведь уже сегодня сильная смена приходит в лице молодых педагогов. Вручили в ходе мероприятия и награды участникам конкурса «Педагогический дебют». Теперь эти пусть и молодые, но уже довольно уверенные учителя могут смело идти и дальше, развивая себя и, конечно, своих учеников. Анна Катаева в педагогике третий год. Работает в 16-й школе учителем начальных классов. Признается, профессию выбирала сердцем и с каждым днем все больше понимает. С выбором не ошиблась. Радуют меня дети каждый день своими знаниями, как они занимаются на уроках. А трудности, конечно, в плане воспитания, в плане организации. Любовь к детям, самое главное – терпение и настроение. Ну а победитель Ефим Тучков, кстати, учитель в третьем поколении о самом главном в своей профессии, говорит так. «Связь с детьми, то есть прийти на урок и не читать по бумажке тему, а общаться. Я люблю детей и людей, которые горят и этот огонек передают друг другу». Того же мнения придерживается и молодой воспитатель Анастасия Ивазова. «Главное – искренность. Искренность, и чтобы не было отличия в обыденной жизни, чтобы не было наигранности». В общем, ориентиры в педагогике остаются все теми же. «Люби свое дело, с любовью и личным примером воспитывай учеников, запасись терпением и трудись, ибо плод труда твоего есть сам человек». Лилия Тимеева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».